Акции GameStop, AMC Entertainment и BlackBerry выросли на премаркете пятницы, после того, как Robin Good и другие брокеры приняли решение снять ограничения на торговлю сильно сокращенными бумагами. Вслед за огромными убытками в четверг из-за введения ограничений, акции GameStop выросли на 98%, тогда как AMC Entertainment и BlackBerry прибавили 53% и 17% соответственно. Серебро подорожало в понедельник, поскольку ажиотаж на некоторые сильно сокращенные акции показал признаки ослабления, а розничные трейдеры сфокусировались на драгоценных металлах. Фьючерсы на серебро выросли на 11%, до 28 долларов 89 центов за унцию, в ходе сессии поднявшись выше 30 долларов. Быки видят признаки укрепления в секторах фотоэлектричества и электроники, которые могут оказать поддержку спросу на драгоценный металл. Доллар поднялся во вторник, поскольку переговоры о пакете стимулирования президента США Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов и ВВП еврозоны очертили отличия в экономическом росте. Индекс американского доллара поднялся до семинедельного максимума, поскольку инвесторы пересмотрели краткосрочные прогнозы роста в стране относительно Европы и других развитых рынков после заявления Резервного банка Австралии о смягчении политики. Основатель Amazon Inc. Джефф Безос уйдет с должности генерального директора гиганта электронных продаж, чтобы занять пост исполнительного председателя компании. В свою очередь место генерального директора займет глава Amazon Web Services Энди Джесси. Причиной заявления стали сообщения о росте прибыли Amazon на 44% и увеличение выручки более чем в два раза, поскольку онлайн-шоппинг и удаленная работа были на пике популярности во время пандемии. В четверг Nokia Corp представила данные по прибыли и выручке за четвертый квартал, превосходящие прогнозы аналитиков, поскольку финская телекоммуникационная компания нашла поддержку в стратегии модернизации исполнительного директора Пеку Лундмарка. Доход Nokia за период с октября по декабрь снизился на 5% до 6,57 миллиарда евро. 7,89 миллиарда долларов. Но все еще находился выше консенсус прогнозов 6,42 миллиарда евро, тогда как прибыль на акцию уменьшилась на 0,14 евро с 0,15 евро годом ранее, но смогла превзойти оценки в 0,11 евро. Продолжение следует...